Всем привет, друзья! Приветствую вас на своем канале! Сегодня мы начинаем цикл передач Олдфакт, посвященный ретро-геймингу. Мы будем пытаться проходить всем любимые игрушки из 90-х на таких платформах, как Дэнди, Сега. Сегодня наш выбор пал на одну очень интересную игру из детства по известному мультфильму Флинт Стоун. И у нас есть настоящий джойстик. Вот он, тот самый джойстик из детства. Да, кстати, в гостях у меня Влад. Здравствуйте всем! Да, так что вместе будем ностальгировать по Дэнди. Так, ну и игра у нас флинтсована, переполох у пика динозавров и у нас сейчас начинаются приключения так называемые. Цель игры добраться до извергающегося вулкана и остановить поток лавы. Игра у нас состоит из 10 уровней, будет увлекательно и интересно. Так, вот это у нас приветствие, мы его пропустим. И вот у нас уже подоспел первый уровень. Начинается он в родном Бэд Роке. Оу! Здесь у нас основным противником являются рогатые динозавры и птицы. Да. Которые я не могу почему-то убить. Так, иди сюда. Вот так. Здесь у нас важный момент. Здесь нужно переключиться на Барни и проползти по шесту. Вот таким вот образом. Где тут, кстати, будет первая жизнь? Первая жизнь будет тоже на шесте. Но для начала вот у нас тут есть такой момент. Вот такой сложненький, да. А то я ему тоже подзагону и грушу. Вот так вот. Здесь у нас камни, так называемые, которые катятся сверху. Сейчас мы их благополучно пройдем. Вот, и у нас уже как раз таки первая жизнь, которая скрыта от глаз. В принципе, оп. Вот так вот таким образом ее берем. Здесь нам обязательно надо попасть в яму, чтобы разбить четыре бочки. Так, ну и берем Барни. Вот, здесь у нас такой вот есть странный... Да, кстати, здесь он очень сильно нужен, иначе не вылезите, короче, из ямы. Да, странный монстр непонятный. О, вот это вот вообще неожиданно было. То есть драконы, которые плюются огнем. У нас сейчас надо их пройти наверх. И, в принципе, первый уровень уже подходит к концу. Здесь у нас нет никаких боссов. Вот. Мы передвигаемся на следующий. И открывается карта мира всего из десяти уровней. Мы идем на следующий под названием джунгли. На этом уровне, кстати, можно использовать дальше крокодили и пасти, как некое средство для высокого прыжка. Так, ну мы еще пока не добрались до них. Нас атакуют все те же дракончики. Вот. А сейчас обезьяны, которые мы вот таким образом мочим. Так, здесь еще одна. Вот, две звездочки. Вот те самые пасти крокодили, которые нас подбрасывают вверх. Кстати, я почему-то не долетал до самого верха. Ну, это было в детстве. Сейчас скилл уже намного подрос. У меня это в детстве, кстати, получалось довольно-таки легко. Я даже залез вот на эту хреневую, короче, нормально. Да, так, ну, а здесь у нас будет такой мини-босс интересный. Крыса, который мочится очень легко. Ой, слушай, я тут использовал топорик, который, в принципе... Так, вот таким вот образом сейчас мы его выбиваем. Вот и все. Кстати, я его когда-то сам выбивал, да, он мне перелетал через эту... Как там? Через барьер. О, ну, я всегда разбивал барьер и выкидывал его за пределы экрана. Ну да, так проще, я что-то нечего и плюхи купить. Да, вот. Здесь у нас снова Барни в бой вступает, потому что он карабкается по турничкам, так называемым. Вот. Ну, и, в принципе, здесь ничего сложного нет. Начальные уровни всегда простые были в любой игре, в принципе. Здесь надо прятать голову от пауков. Безголовый Фред. Вот. Ну и... Да, не забавлял то, что он как черепаха, блин. Да, что-то я сегодня прям на топоры подлетаю. Так. Ну и вот сейчас у нас так называемый первый босс. А, мочится он вот таким образом. Нажимаем кнопку силы, набираем силу и берем ему по башке. Теперь прячемся. В принципе, можно топориком ударить его достаточно трех раз, но мне этот вариант как бездетство запомнился, я и сейчас его воспользуюсь. Кстати, это топор один или сколько? Нет, их много. Ага. Порядка десяти, наверное. А, и как накапливаются? Да, то есть ты пиктограмму, когда берешь соответствующую, вот и десять топоров в твоем распоряжении. Вот мы прошли первого босса, в принципе, заработали первый кристалл. И у нас теперь есть непростой, так сказать, выбор. Пойти вверх и сыграть в мини-игру. Можно продолжить. Ну давай покажем, в принципе. Ну давай, ага. Здесь у нас хоккей. А, да, 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 да. Эй, Флинстон, если выиграешь, я дам тебе кое-что. Что он может нам дать? Сейчас посмотрим. О, первый гол. Первый гол сделан, да. То есть в детстве для меня это проблематично было. Сейчас это стало попроще как-то. То есть, о, ну да. Ага. Ты еще не сразу попадешь, да? Да. То есть тут, когда пасть открыта, тогда можно и попасть. А так... О, отлично. 2-1. И тем временем у нас остается 20 секунд всего до конца. Ну такая интересная мини-игра, в принципе, она даже... в тему сделана, детям будет интересно. Если даже кто-то не играл из детей. Хотя в детстве и в 90-е все играли. И всем нравилось. Это как, как мы в Бортал Комбате, да? В Минниградах. Да, да. Да, да, да. Самолётики там, по-моему, какие-то были интересные. Ну, это... Ну, это секретное меню было, да. Неплохая, но. Эх, не получилось немножко. Мне кажется, в любом случае уже выиграли. Да, потому что время кончилось, и... 3-1 счёт. А теперь мы за Барни играем, вот как ни странно, да. И забиваем снова гол. А только по очереди, что ли? Да, то есть, потому что два персонажа путешествуют у нас. И, соответственно, вдвоём играют. Просто я подзабыл уже, как же, эти моменты. Ничего страшного, мы напомним. Я надеюсь, серии этих передач мы вспомним много шедевров из 90-х. То есть, да, не обязательно на Dendy, на Sega, возможно, на Sony Playstation даже. О, чёрт. Похоже, мы скоро сравняем счёт. Я расслабляюсь потихонечку. Надо поднапрячься. Эээ, ээ, стой. Ну как это, блок, кстати, или как, или атаку наносит, как отбирает? Атаку наносит, да, ударом, таким же ударом, букву Б. А. Да, и... О, вот это я зря его толкну. Против правил было. И против меня я сошёл. А, там машу ИС резко, нет? Нет. А, нет. Вот так вот мы можем сделать. Вот, 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 последний. Время кончилось. 4-4. Да, блин, да. Сегодня не твой день, Флинстон. Приходи в другой раз. А, то есть, получается, когда ничья, я всё равно в любом случае проигрываю. Как так? Дружбу здесь не признают. Ладно, пойдём дальше. Дальше у нас идут шахты. И там будет мешать нам двигаться опасный конвейер. Ну, а на пути, так как обычно, будут попадаться разнообразные враги. Вот он, тот самый конвейер. Ну, что, что у меня сегодня на топоры прям какая-то тяга. Так. Уровень, в принципе, тоже довольно-таки простой. Нет, нам не надо сюда. Нам надо вот этот парни поставить. Как-то, пониже ростом. Ну, а, в принципе, здесь несущественно. Лишь бы не попасть на шипы. Вот. Барни, нам вот здесь понадобится. Угу. Ну, а здесь Фред. Какие-то пулики его. Замечательно. Такой через блок прошёл. Да. Здесь вот у нас есть секрет. Так мы бываем, смотри. Да, очень хорошо. Да, то есть здесь мы можем набить себя жизни, да. Вот это вот его, так называемый, девиз Я Бада Баду. Звёздный дождь. Да. Такой ещё. Мы набираем необходимое количество звёздочек в соответствующем буквам, да. И нам прибавляется жизнь. Таким образом. Сколько-нибудь записок. А, буквально уже всё сейчас. Их, их. А, всё было, да. Да, у нас уже шесть жизней. Угу. Ну, если считать ещё нулевую, то семь. Ой. Ай. Ну, ладно. Ну да, да. Хватит собирать уже. Идём искать приключения. У нас задники. Так. Здесь мы потрачим голову. Здесь одни конвейеры у нас. Ну, шахта же, в принципе. Угу. Угу. Да, кстати, вроде как вторая часть, она будет посложнее, чем первая, да? Да, вторую часть, честно говоря, я не проходил. Вот эта часть, она... Более... Более мне встречалось, так скажем, в детстве на картриджах. Вот, поэтому... Просто если тут с нуля играть, то чё-то она какая-то новая. Потяжелее будет кардач. Да, здесь вот у нас могут обязательно задеть мыши. Вот, как это было сейчас. Да, мне, конечно, нравится, как он через текстурку бывает. Пролазит, прилетает, проезжает. Да, и вот здесь, внимание, сейчас нужно сделать прыжок. Да, здесь даже написано прыгать. Ага. Ну и всё, собственно, мы переходим ко второму боссу. Здесь он мочится у нас. А-а-а, кстати, он где-то дальше, да, ещё повторят свой босс? Э-э... Ну, нет. Я помню, вроде был. Где-то, короче... Но мы это сегодня узнаем всё-таки. Подальше там. Да, то есть тут вообще, в принципе, можно топором его мочить. Это было бы эффективнее намного, но побыстрее. Потому что Барни очень долго... Мочит. Так, топоры у нас кончают. Похоже, кончились, или я не могу выпустить их. Э-э-э-э... Опасно. О, ну вот всё. В принципе, быстро мы с ним разобрались. Тут главное, короче, войти в цикл какой-то. Выскать, так сказать. Да. Ну, а тем временем мы продолжаем. И... Наверное, таки самый нелюбимый эпизод во всей игре, это серфинг. Потому что он довольно-таки сложный в некоторых моментах. Здесь нам следует опасаться камней и выпрыгивающих водорослей с рыбами. О, вот, собственно, вот таким образом это всё происходит. Ну, ничего страшного, в запасе ещё 7 жизней. Включая нулевую. Вот. Я думаю, мы всё-таки пройдём это. А, вон он на чём, чё-то. А вот у нашей рыбы. А с виду, кажется, чё-то такое простенькое, да? Ну да. Вот вторая часть уровня, вот она как раз-таки готовит тебе подляночку, так называемую. Особенно вот на этом моменте. Если ты не успеешь вовремя убить конька, вот так вот с тобой произойдёт. Это я вам показываю, как не надо проходить эту игру. Сейчас покажу, как надо. Главное успеть убить вот это вот животное, которое я опять не могу почему-то убить, но проскальзываю мимо. Так. Да, конечно, скилл у меня немножечко ослабил с детства. Но я всё-таки думаю, мы сейчас это пройдём. Вообще нравится игра тем, что здесь разнообразные уровни на разных локациях. И в детстве казалось очень, ну ничего нет лучше этой игры. Вот именно из аркадных таких платформеров. Ещё казалось, что она такая довольно-таки длинная, да, игрушка? Да. Долгая. Сейчас как бы с приходом эмуляторов-то возможны всякие сохранения, да, а раньше вот у нас не было сохранений. Тем более наши родители говорили, что ну как бы надо поменьше играть, потому что посадим кинескоп. Вот, и нам приходилось проходить уровни, ну и всю игру, собственно, как бы за один раз. Да, один шанс. Ну вот это каменоломня уровень называется. Тут у нас обезьянка на дробильном аппарате будет мешать нам. Ну это будет как бы так называемый босс. Что тут ещё? Ну здесь много торчащих таких из стен и потолков острых колев. И главное, не забыть опасаться огромных зелёных птиц, которые будут у нас дальше. То есть обезьянка, короче, босс, да? Бросает орехи, да? Да. Ага. Возможно, ты помнишь её из детства. Ага. Ну что-то, Хай, что-то, что-то... Я тут уже всё так подзабыл, конечно. Да, ну для этого и с тобой создали цикл программ, чтобы всё вспомнить. Потому что ностальгировать... О, чёрт, колесо меня задавило. Ностальгировать это милое дело, конечно. Ага. Тогда это как-то не особо ценилось, но было и было. Сейчас это с особым трепетом вспоминаешь всё-таки. Угу. Ретро снова входит в моду. Вот. Таким образом мы добираемся до шипов. Так, здесь у нас дракончики интересные. Запускаем механизм. Да. Посмотри на его лицо, недовольное. Ему явно некомфортно было. И пыточки такие. Да. Так, вот здесь вот у нас интересный момент. Который мы с лёгкостью проходим. А, это первая часть, да, закончилась? Да, это первая часть уровня. Вот, собственно, вторая начинается. Это что, жёнушки? Да, это жёна. А, точно. Варни и Фреда. Здесь колесо падает, и мы должны на нём сейчас вот именно вот таким образом зацепиться за уступ. А вот те самые зелёные птицы, которые вот так вот... Толстые зелёные птицы. Откуда ты взялась? Просто непонятно. Да, вот здесь вот такой тоже момент интересный. нам надо успеть за уступ зацепиться, дабы не попасть на шипы. Так, а здесь у нас прыгалка такая вот интересная. Так, берём барни. И ещё одно оружие такое. Это шар. Вот таким образом он запускается. Угу. Это, кстати, нам поможет проходить босса, обезьяну. Но я привык старым старинным способом его проходить. Так же, как и первого босса. Копить силу. А, ну-ну-ну. Силу удара. Да. Ну или просто вышибать её. Вот таким образом. Вот он, вот он, цикл. Смотри, да. Мы поймали. Интересный момент, да? Это такой как бы баг вроде. А и вроде и не баг. Уязвимость, в общем, босса. Ну да. Которая, в принципе, очень простая. Я говорю, это такой цикл, где можно повторять, повторить, повторить. Тем самым мы не дадим слезть с конвейера и благополучно забьём. Люблю такие уязвимости. Помню в Battle Toss играл, да. Там тоже крысу так долбишь, короче, вот в гуглу зажал и долбишь. Да, да, да. Вообще замечательно. Кстати, этот шар получается, он за место топора, да? Да, то есть здесь несколько оружий есть. Вот топорики, вот именно, и этот шар. Ага. Вот. Ну, они как бы созданы для того, чтобы облегчить прохождение боссов. Ну, как видишь, можно и без них обойдётся. Так, а сейчас дом великана. Так, на этом уровне нам следует остерегаться пчёл, маленьких огоньков и хищных рыб. Ну, пока мы безболезненно проходим. Так, а там ещё вроде будут лягушки и морские коньки, да? Да, это всё потом, и вот таким образом их два раза напаруюсь на огонёк. Так, это здесь всё так сделано интересно. Так, здесь нам надо вверх. Ну, вот наши любимые бочки, в которых... Ого, каким образом я их открыл, интересно, жариком. Так, здесь у нас тостер. Да, тостер. Вот таким образом у нас выхлёвывает. Каменный тестер. Да. Ну, это каменный же век. Ну, да. Бэдрок, все дела. Да-да. Ах ты. А вот это откуда пчёлка делается, интересно. Интересный факт, да, такой вот. Уходишь в конец экрана, босс снова появляется, ну, такой, как бы... А, да-да-да-да. Мне всегда это не нравилось в детстве. Вот. Я-то ещё заметил на первом уровне, когда я играл, короче, давно. Повторение... Ушёл, короче, давно опять появился. Повторение кадра, как бы. Происходит. Ну, таким образом сгенерированная игра. Просто. Так раньше игры делали. Таким образом. Да что, что меня сегодня все мочат. Так, о, бочка нам нужна. Вот здесь топорик у нас. А вот они, любушечки, которые с первого раза не убиваются, а глушаются всего лишь навсего. Ага. Ну, в принципе, нам... Мы за защиту животных. Мы не убиваем, да? Ну да, мы как глуша. Не препарируем и не убиваем, да. Вот. Здесь вот у нас интересный момент. Попробуем добраться до этих шести звёздочек. Вот у нас и так получается. Ну, здесь вот. Да, вот они коньки, да? Ах ты. Морские. Да, да, да. Ну смотри, ну как вот получилось интересно. Ну ладно, ничего страшного. Повторим. Ещё пять жизней, как бы. Ну, не считая нулевой. Ну да. Итого шесть. Смотри, нам осталось ещё одну звёздочку и всё. И у нас ещё будет одна жизнь. Ладно, я сейчас могу лететь вниз. Так. Выбираемся с бассейна. За водоёмчика. Угу. Так. Ну и здесь можно вот так сделать. Барни всё-таки тоже. Да, кстати, вот эта интересная фишка игры, то, что можно переключаться, как бы. Да. Оно, как бы, порогдай, необходимо, то есть и очень удобно. Такие моменты просто возникают. Ну и по сценарию, то, что папаши пошли за детьми, как бы в обход, спасать. Да. А ты, кстати, смотрел мультик в детстве Флинсона? Да, конечно. Конечно. Я, честно говоря, не так, не скажу, что прям смотрел. Ну, то есть помню что-то, да, но всё-таки у меня почему-то память запомнила больше игру на Денде. Не был особым фанатом Флинсона. Ну вот, теперь мы переходим плавненько к боссу, к паучку, к нашему любимому. Хм, или нелюбимому. Кому как нравится. Кто-то любит пауков. Да, которые стреляют паутины, да? Да. Сейчас он таким вот образом стреляет паутины. Сейчас он будет вообще оплёвывать нас этой паутиной. А, чёрт. И вот этот момент, смотри, как это происходит всё. Интересно. Да, какой тут цикл? Какой тут цикл? Нет, здесь цикл вообще сложно уловить. Если он вообще есть ли здесь. Да. То есть он хаотично делает здесь всё? Да, он паутич. Здесь сложно подгадать. Такое лицо просто. Да, ну он явно недоволен. Такой дубинкой по голове получить. Или по лапам. Куда мы там попадаем? Непонятно. По брюху. Вариация Человека-паука Каменного Века. Ну да. Да, паук, конечно, страшный. Чё-то у него много жизни, что ли? Да, у него, кстати, здесь он довольно-таки такой проблематичный. Здесь было бы целесообразно накопить силу и ударить ему как следует. Да, но он стреляет паутиной, когда он спускается. Это проблема, короче, такая. Вот так. Здесь вот помощнее ударчик получился. Давай его. Он мигает, видишь? Чё-то он, правда, очень долгий какой-то. Да, ну как бы босс соответствует уровню. Уровень уже далеко не первый. И босс далеко не лёгкий. Так. Мне уже, честно говоря, надоело его бомбить. Он всё никак не угомонился. Так. Паучок, ты, может быть, уже хватит тебе? Ну, это опасная ситуация. Слушай, да, опасный момент. Ну, мы выходим сухим из воды и получаем следующий кристалл. Такой вот у нас интересный гигантский паук. Ну, далее мы можем сыграть опять в игру бонусную. Я думаю, она будет уместна. Расслабимся так. Ну, как бы покажем всё, что есть в игре. Да, да, исторический баскетбол. Хотя выглядел он как футбол. Но это баскетбол. Кстати, я понял, что это футбол, на самом деле. Да. Он, кстати, посложнее, чем хоккей. Потому как, видишь, да, как тут всё происходит. Попасть здесь очень сложно. Ага. Ну, он смог. Ну, ладно, ничего, мы ещё... У нас ещё много времени. То есть, сразу два очка заработал, да? Да. Ну, как бы это же баскетбольная игра. Ну, да. Можем и три заработать. Да, ну, что-то... То есть, ты сейчас сможешь трюкашку выкинуть из повышенной. Ну, если издалека, я думаю, что да. Ну, издалека это будет сложно сделать. Потому что, видишь, кольцо, оно опять-таки непостоянное. А я что-то слишком сильно профукиваю. Мы, походу, играем против чемпиона по баскетболу. В одни ворота играем, короче. В одно кольцо. Так. Так, быстрее бежим. Ну, хоть одно заработать. Ну, я хты, ну, вот так вот не делается вообще. Тем временем у нас переход игрока. И сейчас барни будут оставить честь доисторического баскетболиста. Да. Чемпионат. Ну, что ж ты, ну, хоть одно. Ну, хоть два очка. Так же можешь отобрать, да? Да, да. Ну, сегодня не мой день, явно. Я не баскетболист. Майкл Джордан, но и недоволен, явно. Ты хоккеист, я думаю. Да. По большей степени. Да, я все-таки хоккеист. Ты смотри, вот уже какой раз, да? Блин, вот одно и тоже капец. Все-таки, я думаю, у нас получится. Не, надо подождать чуть-чуть, пока он откроет пасть. Не сразу играть. Нет, что-то не получается у нас это делать. В принципе, и в детстве не так сильно получалось. Ну, не с таким счетом явно. 0-10. 10-0. И вот одна секунда ничего нас не решит. Вот. Такой кадр. Да, это сейчас мое выражение лица за кадром просто. Приходи в другой раз. Да нет, я, пожалуй, не приду. Из-за меня плохой баскетболист. Ну, и на очереди у нас замок ведьмы. Так. Да, кстати, хочешь сказать, что мне вот вроде бы... Да, вот на этом уровне нравится музычка. Да, она такая интересная, атмосферная. И, кстати, уровень сложненький на самом деле. Тут можно запутаться, да? Да, здесь можно запутаться. Здесь еще присутствуют так называемые вот такие привидения, которые не убиваются. Их только можно оглушать. Ага. Как эти лягушки, да? Да. Мы, короче, не только животных не убиваем, мы еще и привидения не убиваем, короче. Да. У нас пацифистская цель такая. Пацифисты мы не используем оружие, мы используем только дубинку и рогатку. Так. Ну, здесь пока у нас все по-простецкому, так скажем. А вот дальше, вот мы открыли дверь, и нам надо сейчас успеть добраться до нее. Здесь нам помешает картина, которая... А, она что, меняется? Да, смотри, ее можно было вот так вот именно пройти. Так, здесь у нас... Кстати, кто как-то думает, что это такое вообще? Какое-то странное чудовище непонятное, которое прыгает вот таким вот образом. Смесь носорога с чем-то, короче, чем-то маленьким. Какой-то с собакой каменной. У него вообще в детстве казалось, что это чайник с рогами какой-то. Странный. В детстве там можно было придумать. Вот, смотри, что творят, а. Да, кстати, вот так. Вот, смотри, вот в детстве всегда так тоже было. Ну, то есть, вот один из них почему-то за кадр выходил, да? Ну, то есть, за пол. Ага. Вот. Смотри, здесь вот нам надо... О, черт, опять нажал не туда. А, надо успеть, короче, да? Да, нам надо успеть. Вот мы дергаем этот рычаг. И быстрее торопимся, торопимся, торопимся. А-а-а! А-а-а! Вот опять. В очередной раз. Так, получается, что у меня не получается пройти, как бы это ни звучало странно. Вот. Думаю, надо не заострять особого внимания. О, всё-всё-всё, можно пройти успеть. Ага, есть. О, отлично. Так, ну, опять-таки опасная ситуация возникла, смотри. У меня одно деление жизни осталось. Ага. И мне надо срочно бочку, желательно, с яблоком. Ещё бы тут не запутаться, да? Откуда идти? Не, как бы здесь... Вот, да, то есть создаётся иллюзия, что можно запутаться, но на самом деле нет. О, кстати, вот этот тяжёлый момент в этом уровне. Тяжёлый, тяжёлый, на самом деле, момент. Да, вот эти летучие мыши, их надо издалека... Валить. Да, потому что они вот такие вот непредсказуемые. Вот так вот это всё делается. А-а-а-а-а! Нет, не повторяйте мои ошибки. Да. Ну, блин, чё-то вообще... Ладно. Попробуй, если издалека выстрелить неё? Нет, просто нужно её выманить немножко вот таким образом. Вот так это всё делается. нормально так но и ну конечно же дверь закрыты придется нам снова дергать рычаг на барне связи с его и дать да еще на голову спеть здесь в принципе это можно сделать там дальше будет момент который прям очень сложно так вот этот арбуз лучше вообще не трогать потому что у нас пойдет на мелкие арбузы все делается так ну вот здесь вот один из таких моментов отдернуть дверь и опять таки успеть попасть здесь у нас чисто уступы и приведения которые в принципе можно не бить раз и все так по лестнице ну а все таки он меня задел думал у него траектория полета побольше будет иди сюда приведения я опять опоздал черт возьми вот смотрите видишь как это бывает с арбузом так делаем вот отлично все успеем да сейчас точно успеем ну и вот последний такой рывок на этом уровне вот этот самый тяжелый а да успевать здесь нужно пройти нам порядка четырех этажей здесь будут нам так слушай по ходу мне первый раз не получится это сделать застопорят да короче эх ты смотри да то есть ну ладно сейчас я вспомнил да и короче убиваешь получается да и потом уже можно быстрее пройти да чтобы не мешался ну вот главное вот здесь вот не затупить потому что может а вот теперь наша ведьмочка кстати сложноватый босс такой тут главное вот эти летучие мыши как-то да то есть еще непредсказуемо куда ведьма в следующий раз встанет да это тоже такой момент кстати вроде запоминал некий алгоритм как она появляется в каком месте вроде бы сейчас ударил да она где-то слева должна появиться вот слушаем работает но главное не попал не напороться на заклинание на ее так называемым потому как у нас не будет возможности в нее попасть ни разу потому как мы станем маленькими маленькими да 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 ты помнишь это да и будем бегать так это без дубинки уязвимые такие прям очень да карапузы вот главное чтобы она рядом со мной не появилась вот таким образом можно в принципе ее с тобой кстати не помню как ее долго нужно убивать вот ты знаешь ее да ее довольно таки долго приходится мочить ну я думаю мы сделаем это побыстрее да еще как бы две жизни есть главное чтобы она на свое заклинание не попало это больше всего ну да ну да слушай ну как бы ты можешь запомнить алгоритм потом мне сказать что мне сказать в следующем моменте где она будет ну да но в принципе потому что я думаю что здесь потому что я думаю что здесь так сейчас короче наверное где-то сверху вроде бы выигрышная ситуация вроде бы да 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 ооо че-то че-то немного не попал ну да ладно ничего страшного а сейчас либо справа внизу либо в середине а нет оу нифига Ну смотри, непредсказуемо всё-таки. Тут похоже на внимательность рассчитана это всё. Да. Ну, кстати, опять-таки опасная ситуация возникла. Если ты можешь наблюдать. Так что будет очень зря, если я сейчас проиграю. Главное, чтобы она со мной рядом не оказалась. Чёрт! Ну, этому когда-то надо было случиться. А-а-а! А то бы не увидели, да, короче? Да, то есть сейчас для наглядности зрители могут наблюдать, как это бывает. И вот что самое обидное, опять приходится... Блин. ...вот таким вот образом проходить. Я забыл, что ты находишься потом не в её как бы вот... так сказать, пространстве. А нужно до неё дойти опять ещё раз. Да. То есть... Согласись, для... Ну, я не знаю, как для современных детей. Они, наверное, даже не знают, что такое Денди. Ха-ха! А для нас это было мучительно. Да, ну... Как бы и сохраниться. Да, вот. Ну ладно, то, что... Я прислал. Это игра, кстати, выпущенная в 94-м году. Тогда мне было три года всего. Угу. Но застал я её лично где-то году в 96-м на пиратском картридже как раз. Даже на многоигровке, скорее всего, потому что отдельно я не помню в своей коллекции такого. Да, ну отдельно было ещё и невыгодно покупать, конечно. Да, конечно. То есть тут из такого расчёта как бы... Не из коллекционного мы все думали. Чем больше игр, тем больше... Да, там тысячи в одной, да? Да, тысяча девять, тысяч девятьсот девяносто девять в одной. Это, честно говоря, знаешь, уже становится... Дара два, может быть, нет? Становится навязчивым. Слушай, а я втянулся уже. Я уже ничего не могу представить. Кроме этого уровня. Если бы каждый раз, когда появляется, да, Билли, то быстрее бы, наверное, уже... Да, конечно. Замочили бы. Само собой. Бабушка долгая, чё-то вообще. А то она и бабушка. Прожила много лет. Ага. Каждый удар равняется году её жизни. Наконец-то! Неужели? Давайте похлопаем после этого момента. Да, это было просто сложновато, честно говоря. Да, получается, сколько, две жизни, да? Да, и сейчас у нас полёт на птеродактиле нам предстоит. Интересный уровень. Птеродактиль соглашается доставить игрока к вулкану, да? По пути нужно избегать летящих валунов и ловить звёзды. Не знаю, что из этого получится. Честно говоря, сила на исходе. И вот у него тут какое-то интересное сообщение. Я вижу, у вас есть несколько драгоценных камней. Ага. А, то есть, ну да. Ну, ну... Собирали, да, камни? Да, смотрите, он ещё плюётся. Тоже непонятно чем. Камнями, видимо. Нам главное сейчас эти валуны разбить. Слушай, я чё-то забыл, а тут есть какие-то континуи, а? Что? Континуи есть? Да, конечно, есть. Если ты проиграешь, там, по-любому мы начнём с того уровня. Откуда пропали, так скажем. Ага. Чё-то я многие моменты уже забыл в этой игре. Ну, это даже можно сказать как бонусный уровень. Видишь, здесь можно набить жизни. Угу. Вот, как раз мы и набили. Теперь у нас не две, а три жизни. Ну да, как та секретка получается. Да, главное нам сейчас... Ну, этого не произошло. Я не успел сказать, но мы уже прошли уровень. Да. Главное, видишь, была опять опасная ситуация. Вот. Ну, а теперь у нас вулкан. На этом уровне нам встречаются оживающие каменные монстры. Маленькие птеродактили. Ага. Ну, вот, главная цель нам подняться надо вверх. Здесь нас ждёт столкновение с первым боссом, младшим динозавром. Ага. Ты как-то упомянул, что здесь боссы повторяются. Ну да. Есть такое. Есть такой момент в этой игре. Чёрт возьми. Там, короче, какой-то с дубинкой, короче, вот, которые проходили, будет где-то внизу. Вроде как. Поговорим. Ого. Кругом враги. Да. Пресс, пресс вообще. Кругом враги, да. Не хотел, чтобы мы добрались до вулкана. Вот это вот, не люблю я, штучку. Так, ну, бочка бы нам очень бы пригодилась. А, слушай, это физически возможно вообще? Ха-ха-ха. Похоже нет. Ну, это только если сверху как-то постараться попасть. Да ещё не мимо. Так, здесь надо не забыть, что у нас вот такой вот момент есть. Интересно. Да, как вы помните, что все обратно возвращаются, наши враги, на свои места. А мне бы не хотелось, ой, как не хотелось сейчас повстречать их заново. Так. Ладно, я, наверное, не буду тратить своё время на бочки. Я пойду дальше. Аааа, что пошло не так вообще? Аааа! Да, ну тут вообще сложновато, ребята, на самом деле. Кто знает, тот поймёт. ну вот собственно так и вышло перебираешь его уже живой если на парочную полу теряешь сейчас сейчас все будет как как-то даю пройти можно там борьбом воспользоваться в принципе и ну опять таки надо попасть еще на него не напоро за главное чтоб сейчас кадр не сыграл птицы опять не появилась опасно как было прям вообще да пока что идеально ладно ничего до этого места еще ну вот здесь интересный момент мне было очень хотелось эти две бочки собрать потому что сейчас каждое деление на счету просто а ну слушай рогатка тогда на помощь а больше никак я так полагаю да вообще решение так здесь нас ждет вот такой момент как все мелко то что-то приятное за уровень кусок мяса да тут очень мелкие платформы тем не менее то сейчас уже короче вы игрались поэтому пошло дело получше а намного получше уже но вверх подымаемся да поднимаемся вверх потихонечку вот так вот выглядит дракоша наш который вот такую данную зиму лизнул от нас да улетел без возгорания но обещал город вернуться конечно обещал вернуться чудеса для тех зачем я прыгнул сейчас слушай но здесь можно использовать и силовой удар глава чтобы у нас не попал так он три огня уже здесь еще топорик будет уместен таким образом вообще да так три огня а слушай ну не хотелось бы сейчас проиграть потому что это все это видимо будет перезапуск уровня я буду реагировать просто снова подыматься да слушай ну это вроде кажется просто да ну что то не совсем а чем дальше так так он сейчас не стреляет уже получается ну видимо он стреляет только в определенных моментах когда я его ударяю да нету это хорошо даже это только нам на руку так ну еще под топориком сверху да а смотри нет он когда вздумаются стреляет да вообще совсем все непредсказуемо как бы да а что происходит вообще нет немножечко это такая экстремальная ситуация была сейчас вообще да 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 а блин ну опасно конечно опасно ой 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 смотри что там творит а близко прибежаться я так и думал что это произойдет аааа просто капец игра окончена ну конечно еще раз я все равно добью это поэтому я просто пропущу ааа вот он ну слушай а издалека может слушай мне кажется нужно только прыгать когда в середину летит да и тогда только прыгать все больше вообще слушай а он смотри чуть не собирается даже улетать слушай так это нормально ну ка только это будет долго а это че вот хочешь сказать цикл опять мы поймали а че нет а а а че нет заразы улетел а нет он не такой простой вот так долбить его да он не такой простой как оказалось ааааааа я его бы морда в гармошку собрал сразу слушай главное аккуратней смотреть за траекторию полета огней иначе можно так вот когда он поднимается здесь логично будет накопить силу и шваркнет его хорошенько так зря вот это я сделал конечно надо короче на земле находиться был бы он подальше да да как ты думаешь вообще мне есть шансы мне кажется только надо только надо быть очень аккуратным очень аккуратно все есть полетит в общем да вот из-за этих а мне видишь мне бы как бы попасть ему в голову а то есть это влияет да не думаю нет но просто я так уверен как бы это конечно кажется что больнее будет что-то я туплю стою а дубинка у нас не достала надо бежать я думаю хватит и в туловище попадание да еще не понятно сколько мы его будем мочить все происходит вообще дальше когда уже меняешь ориентир уже начинаешь купаться да лучше заранее выбранные места использовать эффект привыкания и как защита такой вот ну я думаю все равно он тут он нифига ну вообще ну нормально да то есть тут как бы получилось так интересно как бы ну не а ты понятно как бы но мы его глушили это еще не конец игры нам еще предстоит действие внутри вулкана ну здесь мы конечно опасаемся упасть в лаву и на острые коле так чё тут у нас да тут интересный такой музыкальный саундтрек посмотри как это все происходит интересно здесь нужно барни выбирать потому что он прыгает не так высоко у него голову поменьше ага да кстати и вроде и опять-таки мы блин ааааа вот таким образом проигрываем ладно сейчас мы это все быстро пройдем я думаю здесь не может не долетать здесь вообще нужно делать вот так вот я забыл об этом но это как бы рассчитано это как раз я помню что там где-то колодёшь барни нужно выбирать и что там колец слишком близок и бы здесь наверное даже вроде за нами катится шарик и здесь да 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 точно и давай выбирай сейчас ага и на право вроде точно точно я начинаю забывать потихонечку да тут же мы короче будут моменты аааа каким образом аааа чё происходит ну ладно я не против блин 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 аааа да точно слушай так он чё еще и обратно да 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 момент там можно получать пройти до разбить себе дорогу вниз и и тогда можно избежать его да запутана такая ну слушай я это очень как-то пытаюсь напрячь память не могу вспомнить сейчас ага есть такой момент сейчас на направо это специально сделано за того чтобы запутать игрока туда пойдет налево сейчас фреда выбираешь разбиваешь и там внизу нужно не промахнуться еще пасть блин то нет нужно пропустить он тогда упадет да я начинаю вспоминать надо пропустить валон он упадет и на него встать а потом ага ну да скорее сюда да ну это логично как минимум знаешь проходишь дальше на разбиваешь под собой до собраться на бой вступает барни и так-то часто мы играем но иногда в боссах он незаменим да он придет маслил себя придавшим все интересная такая рогатка да и дальше дальше а вот так вот это все делается вот 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 так так и выжили короче играл главное сейчас это самообладание сохранить и не нервничать так здесь что-то блин не совсем помню что дальше будет происходить ну я думаю мы сейчас это вспомним быстро а здесь ходит просто южная или шагом не получится мне шагом точно полос особенно когда вот такой момент присутствует о жизнь вообще кстати да так рефлекс борьбы у меня сработал сейчас а вот здесь вот очень аккуратно надо двигаться и резко да все начинаешь вспоминать потихоньку там вышел а вот этот момент очень сложный ну ладно хорошо хоть в некоторых играх можно на шипах сразу окарать здесь это прощается как-то все равно для детей игра так как я вот мы сейчас взяли какой-то чердачок страны а вот он кстати тот самый босс его можно тогда с шара но можно бросить шаром шаром только не совсем это получается а надо чуть ближе подходить сейчас наберется определение вот эти про него я говорил что я вот вспомнил что мы здесь где-то находится как раз внизу оказался тут важный момент то есть когда у нас есть шар необходимы пределение силы набрать тогда он сработает не помнишь если упасть я мог бы выиграть не буду рисковать наверно а кстати здесь внутри какая момент это как получилось вообще нам пройти на такой блин надо сразу идти влево я приключился аааааааах хаха да заподняй я еще и проспал все просто капец даже отвлекаться не то что-то пошло не так мое оно а я не ожидал так это не разбиваем да вроде как да 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 точно суши а как быть с этой фигней суши совсем забыл про эту динозаврик это вообще за все игры я думаю можно было забыть его что он во всей игре находит только один здесь ловушечка хитренькая здесь интересно так ну полезли до после того же сомнений дойдут момента до марки полива здесь нет здесь нужно фрэду использовать потому как он только умеет зацепляться как точно-точно-точно-точно-точно-точно он небольшой кусочек гуглик огненный гуглик страшный лавой болит да бублик в лаве ну это колесо бетонные похоже ну да самое удивительное что в детстве не всегда пугало своим видом вел да что он так быстрее поднимается да согласен но он отлично это просто инстинкт самосохранения сработал быстрее бежим бежим быстрее быстрее так куда мне бежать куда мне черт возьми бежать вверх да зачем я так я здесь же опять не оказался правильно все правильно да да он упал короче мне ребята бургер ты же не нужен вообще как бы вы пожалеете что связывались со мной давай посмотрим раптор номер два да только вот он что-то чересчур офигевший пока нет то же самое или новый это тот же самый я живу в прошлый раз оглушил а сейчас мы еще раз оглушим и убьем до конца это последний босс да смотри я держу кнопку пауэр да это последний босс да черт возьми блин сейчас я начну тупить опять слушайся барни долго будет долго конечно тут хоть ну ладно в принципе это можно я бедоносец король неудачи просто да прям уже до конца игры ладно барни ну вы видели все сами да конечно просто можно показать просто можно показать потом просто поработать хорошенечко сидеть все склеить самое интересное да а я так к к ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блядь, они такие долгие. Такой долгий, да. Да хорошо, мы в Adventure Island 2 не играли, где, блин. Сколько там, 60 уровней, что ж? Все, ебла вам. Мамочка, помоги, блин. Стен ты вон все, да. Как бы проще было пальцем тыкнуть, да, в экран? Блин, зачем я пятнадцать сожрал? Ну ладно, ладно, ладно. Пять раз, пять попыток. Я уже готов начистить тебе морду. Да, прям сейчас начинаем все. Или нельзя? Нет, сейчас нельзя было. Теперь, как с отрадом? Еще успели подать немного. Так, сейчас мы смотрим, камешки где у нас? Где у нас камешки? Они вообще не там, где надо было. Уходим, 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 уходим. А теперь приходим, 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 приходим. Ай! Так, сейчас огонь будет, да? Да. Огонек, мои души. Блин, что обшибся? Обшибся. Блин, да? Смотри. Огонек, да? Да. Конец экрана. Так, камешки. Сейчас непонятно, откуда они опять появятся. Либо где ты стоишь, либо что дальше? Морда. Сейчас по харе прям. Сейчас должен быть прям. Все, хорошо. Так, значит, что? Куда сюда? Нет, сюда, значит. Да что ты? Нет, ну может быть... Я, конечно, не думаю, что это так должно быть. Ё-моё. Чуть и надавать успеть. Последний раз. Камушки? Нет? Нет? Где камушки? Она не прыгнула. Твою мать. Камушки, где мать? Какие тебе камушки? Сейчас я тебе покажу камушки. Ну все, опять. До свидания. Нет, нет, здесь. Стой, стой, стой. Все. Отлично. Давай, 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 любимая. Ладно. Ладно. Память немножко работает. Есть! Ребята, мы прошли. Черт возьми. Избито каким-то жалким человеком. Да, ты избито каким-то жалким человеком. Запомни мое имя. Фред Флинстон. Я бадабаду. Я бадабаду. Я бы продолжил риф, но не буду. Всю игру. Да. Прошли. Ну вот теперь это лава у нас благополучно уходит. И они могут подойти к своим детям. Дети, вы в порядке? Да, ну конечно в порядке. Короче, бате пришли. Бате прошли. А где вы взяли этот зефир? Давайте посмотрим. Конечный ролик. Бам-бам-бам-бам-бам. Бам-бам-бам. Отличный у них язык. Так что произошло-то вообще? Пока дети ходили домой за зефиром, лава застыла. Хотел прочитать. Я чувак там. Я чувствую себя дураком. То есть он зря все это время боролся с кем-нибудь. Понимаешь? Пока дети ходили за зефиром, лава застыла. Он мог вообще никуда не идти. Мы вообще не могли пройти эту игру. В принципе, как и мультики. Собственно, очень рад был собраться и начать вот этот цикл передач, который был посвящен как раз-таки прохождению этих игр. И вот одну из них мы уже прошли. Да, начало было не очень такое простое. Было непривычно очень. Да, но мы сейчас все равно будем частенько выходить в эфир таким образом. Под такой эгидой старых программ, старых игр. И я думаю, у нас скилл повысится намного, чем раньше. Ну, то есть раньше-то он был неплохой, а сейчас-то вообще нулевой. Вот. Да, все подзабыто, конечно, надо вспоминать, ностальгировать. Поэтому вот как-то так. Так это вот все выглядит, концепт наших передач, которые будут выходить периодически. Ну, кстати сказать, что не только Dendy будем ограничиваться. Также очень много интересных игр на SEGA, на других платформах. Все их вы любите, все их вы знаете. И в очередной раз вам будет, надеюсь, интересно посмотреть на то, как мы это делаем. Вот как-то так. Да, особенно я, кстати, чаще играл в посеги в игры, короче. Больше, чем в Dendy намного. Вот, так что будем дальше думать, что играть. Да, и, наверное, мы, скорее всего, сделаем это на двоих все-таки. Потому что прохождение на двоих будет интереснее. А это был, собственно, пилотный выпуск. Мы рассчитываем на ваши лайки, на ваши просмотры. Да, так что, ребят, подписываемся, все это ставим, пишем комментарии. Кстати, в комментариях можно указывать, что вообще, какую игру хотите увидеть. Да, какую игру хотите увидеть и какие игры вообще были актуальны для вас в детстве. Очень интересно почитать будет. Так что, всего вам доброго. Я очень рад был собраться здесь с вами и проностальгировать таким образом. Будем делать это почаще. До новых встреч, до свидания. Да, пока, ребят. До свидания.